Инновационные троллейбусы появились на дорогах Махачкалы. Они поступили накануне в столицу республики. В церемонии торжественного запуска нового транспорта принял участие Салман Дадаев. Об особенностях машин и их маршруте расскажет Хадиш Курбанова. Теперь троллейбусы не остановятся в центре города по причине обесточивания. Отсутствие электричества не помеха для этих троллейбусов. Новый транспорт может передвигаться без подключения к контактной сети. И это, пожалуй, их главный плюс среди большого количества остальных. Здесь встроенные кондиционеры, улучшенная система обогрева. В салоне установлено видеонаблюдение и даже есть возможность зарядить телефон. Печь, салоны дополнительные. Удобная машина, низкий полный, все как положено. Кондиционер есть. Летом она сама отключается, когда жарко, салон отключается. Здесь мы ничего не нажимаем, кондиционер в салоне. У нас в кабине тоже есть кондиционер. Принял и запустил в торжественной обстановке новый транспорт Салман-Дадаев. Всего в столицу республики поступили три троллейбуса. Ожидается прибытие еще одного. Закупать дополнительно или нет, будут решать уже после полного анализа маршрутов городского транспорта. Сделайте мне аналитику по каждому маршруту, сколько кто ездит и какой потенциал развития. Если, получается, мы новые машины на линии выпускаем, соответственно, если народ начнет ездить на них, самые такие, получается, для нас важные категории – это пенсионеры, дети, студенты. Как раз таки остальные работающие могут себе позволить и на маршрутку, соответственно. Следом присутствующие осмотрели и оценили новый транспорт изнутри. Глава города поинтересовался, насколько на данный момент актуально внедрение безналичной системы платежей. Вот если это внедрять, если смогут наши пенсионеры пользоваться этим вообще, если... Ну нет, в принципе, если у них же пенсия тоже на карточки приходит. Ну да, они не умеют многим пользоваться. Если это внедрить... А сейчас что им пользуются? Припас пошел, приложил и поехал. Если это внедрить, конечно, будет хорошо. Это уже с водителя как-то нагрузка снимется. Безналичная система оплаты, как пояснил мэр, важна для введения в дальнейшем социальной карты, которая предоставит льготы школьникам, студентам и пенсионерам. Между тем, пока цена на проезд остается прежней – 13 рублей. И это несмотря на длинный маршрут, включающий в себя центральные улицы города. Новые троллейбусы пополнили ряды маршрута номер 3, который ежедневно курсирует по линии поселок Ватан, ЦУМ, издательство «Каспийск». Качество нового транспорта уже оценили горожане. Экономично. Не только экономично, столько удобно на нем ездить. Она очень такая – транспорт. Свободно чувствую себя. А там на маршрутке ноги наться надо, друг друга толкаем. Вот поэтому на троллейбусы я бы советовал всем, чтобы ездили на троллейбусы. Особенно в возрасте люди. Новые троллейбусы – прекрасная альтернатива другим видам транспорта, считают пассажиры. Пока народ с интересом изучает машину, но к удобству и комфорту, как известно, привыкают недолго.